Вечер добрый! Я вещаю вам со Средиземного моря, с Израиля. И уже тут можно сказать, нельзя сказать, что официально, но практически официально карантин снят. Люди тут уже вовсю купаются. Я зашел вот уже по пояс в воду. В общем, карантин в Израиле на самом деле дался не очень легко. Сразу скажу, что многие мне говорили, что Израиль тут как-то помогал гражданам. Я спешу вас разочаровать. Израиль никаким образом гражданам не помогал. То есть не помогали только пожилым людям, давали продукты, питание. А обычным смертным гражданам кому-то платили пособие по безработице. Но в целом вот такие вот выплаты, как, например, делаются сейчас в России, конечно же в Израиле не делались. То есть выплаты там на ребенка, выплаты там на ребенка от 3 до 7, от 3 до 16, до 3 лет из-за ситуации в стране. Нет, такого здесь, конечно, в Израиле не было. Но, но в целом в Израиле, я так понимаю, народ обеспеченный. У них, конечно, в отличие от других стран, какая-то кубышка была, на которую они смогли продержаться около 2-3 месяцев. Вот, конечно, было в Израиле тяжело. Многие говорили, что, ну вот я слышу от своих знакомых из России, что обязательный масочный режим введен в России, что нужно ходить в масках, в перчатках, в магазин без маски не зайти. Скажу вам честно, в Израиле было абсолютно так же, только еще жестче. Если в России еще криками люди могли выбивать, чтобы их, могут выбивать, чтобы их обслуживали хоть как-то в магазинах. Ну вот я по видео в ютубе видел. В Израиле это сделать просто невозможно. То есть в Израиле, когда был масочный режим, все, куча полиции курсировала по городу, по стране, я бы сказал. И если тебя находили без маски, тебе делали первое устное предупреждение, тебя заносили в специальный электронный журнал. Если второй раз тебя обнаруживали, то с тебя снимали штраф. Штраф, по-моему, 200 или 250 шекелей. По-моему, говорю, потому что, слава богу, я не платил. Я ходил здесь в маске. Так что в Израиле достаточно жестко было все. Никакого режима чрезвычайной ситуации в Израиле не вводилось. Поэтому здесь как бы все было примерно так же с точки зрения... С точки зрения... О, господи, ничего себе, какая медуза. Смотрите. Вот она. Тут еще и медузы уже плавают на море. Они, кстати, жалятся достаточно жестко. Так вот, никакой чрезвычайной ситуации не вводилось в Израиле. Конституции, кстати, в Израиле... Интересное откровение было для меня. Но конституции в Израиле нет. Поэтому здесь как только издали закон, что все, ребята, сидим дома, не вылезаем и без маски на улицу не выходим, все так здесь ровно и было. Здесь около трех месяцев, ну, два-три месяца, по-моему, даже три, в Израиле все сидели дома, никто не вылезал из квартиры, можно было только сходить в магазин, в ближайший причем, и гулять можно было только 100 метров от дома. Соответственно, собираться было строго-настрого запрещено. Были даже дни в религиозные праздники, когда нужно было... Нельзя было вообще выходить из дома даже в магазин. То есть это были дни, когда предполагалось, что соберется большая куча народа. Вот. И поэтому в магазин надо было продуктами питания затариваться заранее. Если ты не успел, то, извини, родной, кто не успел, тот опоздал. Поэтому в Израиле был карантин жесточайший, очень жесткий. Сейчас в России, те меры, которые вводятся сейчас в России, они, конечно, жесткие, но они где-то, мне кажется, они немножко глуповаты, особенно вот с этими QR-кодами. Не знаю, я, конечно, не спец в этих делах, но, наверное, как-то надо было это по-другому решать, потому что люди нервничают. Вот. Ну что, народ здесь купается, уже куча народа на пляжах. Сейчас я вам покажу. Вдалеке уже там, где ресторанчик. Рестораны пока закрыты, но вот народ на пляже. Все уже собираются. Здесь разрешено собираться по 20 человек и больше. Многие рестораны уже открылись. Не совсем легально, но открылись. Но в целом страна уже полностью вышла из карантина в плане работы. Все вышли, абсолютно все, на работу. Все рестораны работают пока туго, но через недельку они будут открываться. И слава богу, что мы пережили эту гадость всю. Здесь, в Израиле, из-за жесточайшего карантина было, умерло около 16... Ой, господи, умерло, не умерло, а заболело всего 16 тысяч. И умерло около 300 человек. То есть это крайне низкая статистика. И такая статистика, она произошла ровно благодаря тому, что здесь достаточно народ ответственно ко всему отнесся. Никто не жаловался. Конечно, могли бы кричать, что пока чрезвычайную ситуацию не внесете, там маски носить не будем. Но здесь все было жестко. Здесь лучше так с полицией не общаться. Здесь можно было очень сильно, скажем так, огрести за такие высказывания. Но благодаря жесткому карантину, повторюсь, из Израилю достаточно быстро удалось выйти из всей этой беды. И для меня очень странно, что весь мир не учится у Израиля. Потому что в Израиле очень-очень классный показатель по выходу из карантина. Мало где в мире есть такие показатели. Ну а так, я уже начал здесь во всю массажную деятельность. Я уже чунил спины людям. И все в Израиле, я так понимаю, уже для меня лично закончилось. Ну и для многих людей также. Так что всем желаю скорейшего выхода из этого карантина. И приезжайте ко мне в гости. Хватит уже. Главное, чтобы этот дурацкий вирус и вся эта история с пандемией ушла. Ну а кому интересно, что здесь сейчас происходит, конечно же, задавайте вопросы. Пишите в комментариях. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. И будет вам куча нового интересного видео. Вот. Сейчас такое внеплановое видео с берегов Средиземного моря. Решил вам записать и показать, что здесь все хорошо. А вот мои детишки играют здесь уже у моря. Все, всем еще раз счастливо. Всех люблю, целую. Спасибо.